Дисклоймер. Осторожно, ненормативная лексика. Всё, что говорится, в виде несёт в себе развлекательный характер. Данное видео рекомендуется к просмотру лицам старше 16 лет. Цитата великих тестировщиков. Нам необходимо как-то двигаться дальше. Но, признаюсь, я затрудняюсь определить, как именно. О, я хотел наверху забрать. На руках по стене. Как ещё? У вас есть альпинистская подготовка? Я майор спецназа, а не гражданский тюдяк, протирающий штаны за клавиатурой. У меня хватает разных... А-а-а! Не стану скрывать. Я этому весьма рад. Нажмите в пробел и вперёд возле трубы или схожего объекта, чтобы зацепиться и начать поползти. Ладно. А я себя отпущу. А, нет. Могу не зажимать. Ладно, удачи с хорошего стрима. Спасибо. Спасибо, спасибо. Тебе тоже хорошего стрима. Так, а что за паркуры? Пошли, а? Паркур, паркур, новые удвижения в пути самоварожения, как самоварожение. О, хеллоу. Ой, твою мать. Это было неожиданно. Давай, прыгай. Соглашусь с вами. У вас хорошая реакция, майор. Иначе я бы до наших дней не дожил. О, червячокер. Да-да-да. Ой, он так хорошо зацепился. Ой, а что это было? Горнопроходческий робот. Ну ладно. Совершенно верно. Ураф способен на огромной скорости бурить даже самые твердые горные породы. Советского. Чего? А что-то сейчас произошло. А, меня трахнули. В меня вошли. Ребята, чекайте. Чегось? Это у меня так, этот, заглючил или что? Алло. Ребят, вы тут, а? Насок. Куда же ты спас? Осторожно! Абрус впереди! Вижу. Нет, все, у вас нормально. У меня просто почему-то он заглючил. Пиздец. Я думал, все, капс, да? У меня отлетел этот стрим почему-то. Нам необходимо как-то двигаться дальше. Но признаюсь, я затрудняюсь определить, как именно. На руках, по стене. Как еще? У вас есть альпинистская подготовка? Я майор спецназа, а не гражданский дюфек, протирающий штаны за клавиатурой. У меня хватает разных. Эх, меня... Я этому весьма радуюсь. Так. Давай, переб... Ой, блин, удержу бы что-то жилю сначала. Стой, на месте. О. Давай, давай, давай. А как там дальше? Эй! Что за бред? Это, типа, пример того, чтобы я точно 100% наебнулся? Ну ладно. Походу, да, и вправду, мне показалось. Пять. Так, дальше. А, наверх, блядь. Я забыл уже. Ну это жесть. Давай, давай, давай. И червячочек должен быть. Ой. Твою мать. Это было неожиданно. Согнушусь с вами. У вас хорошая реакция моя. Иначе я... Да, блядь! До наших дней не должен. Что за бред? Не, ну серьезно. Что за приколы? Да, да, да. Ок. Еще раз. Можно я допрыгну на этот раз? Так, до конца. Прыгаем. Да почему? А как я в прошлый раз перепрыгнул? Че за приколы? А, дэш. Точняк. Спасибо. Амудеев, спасибо. Я что-то вообще про него забыл. Из головы вылетело. Уровень тревоги 0. То есть, я как делаю? Я так делаю. Прыгаю и держусь. Логично. Спасибо. Спасибо, Амудеев. Отъебись. Червяк, ты где отсюда? Раз. Это ведь был бро. Горнопроходческий робот. Совершенно верно. Да что опять? Не забываем, там пиздец. Там полный пиздец. Там из-за епали, а? Какая ж безвизия. Осторожно. Амудеев, впереди. Да, блядь, я полный зажал. Нам необходимо как-то двигаться дальше. Но признаюсь, я затрудняюсь определить, как именно. На руках, по стене. Как еще? У вас есть альпинская подготовка? Я майор спецназа, а не гражданский дефект, протирающий штаны за клавиатур. У меня хватает раз. Червь не пройдет. Но я так и понял. Не стану скрывать. Я этому весьма... Спасибо. Но я что-то тупанул по-жесткому. Опять же, я сейчас могу дэшнуться, чтобы сэкономить время. Давай, червяк. Твою мать. Это было неожиданно. Загружусь с вами. У вас хорошая реакция, майор. Так, начинай. Я на сегодня не должен. Давай в хвосте бить трасса. Трасс. Это ведь Гураб? Горнопроходческий робот? Совершенно верно. Гураб способен на огромной скорости курить даже самые твердые горные породы. Советская наука возлагает о нем большие нагрузки. На свете предстоящего усвоения планет Солнечной системы. Я испугался. Слышь, Вовчик, отъебись. Нет. Да я же использовал. Ну, зато вы новую эту анимацию увидели. Кайф. Все, похуй. Я дробовик использую. Мне похуй. Вовчик, там, Вовчик, с тех турках за чилицей решил. Да, согласен. Но, блядь, он меня все равно поимел. Нам необходимо как-то двигаться дальше. Нам присоединяюсь определить, как именно. На руках, по стене, как ищут. У вас есть альпинистская подготовка? Я майор спецназа, а не гражданский дефект, протирающий штаны за клавиатурой. Все, блядь. У меня хватает раз. Спидраним, ребят. Ребят, все, спидраним. Я смогу скрывать. Я этому весьма рад. Все анимации в папке пыли. Куда ж без вас. Да, 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 да. Я, кстати, заметил. А, припейте, вижу. Ну, блядь, ну, что ты сделал? Ладно, я дышится больше не буду. Все, пизду. Я пытался. Пиздец. Вот здесь дышится вообще бессмысленно. Потому что он по какому-то хуе не хотел запрыгивать. А можно я дышусь? А, нельзя дышнуться. Я сейчас вот ради эксперимента уже, блядь, просто экспериментирую максимально. Можно как-то по-быстрому пройти или нет? Ладно, Теровичок. Хорошо. Твою мать, это было неожиданно. Согнушусь с вами. У вас хорошая реакция пойдет. Сюда. Иначе я буду до нас и к ней не должен. Ну, давай! Раз. Это ведь Бумбар? Горнопроходческий робот? Совершенно верно. Бурав способен на огромной скорости бурить даже самые твердые горные породы. Советская наука возлагает о нем большим надежным светом, настоящего усвоения планет Солнечной системы. Блядь, блядь, отъебись, 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 отъебись. представляешь мужик не надо не надо блять ты заебешь 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 максимально заебешь максимально а вот это крутили конечно все заебал я дохуя потому что не потратил пиздец плана как это как пробить вот этим нет вот сюда запрыгнуть они вот сюда понял понял так а что здесь чтобы больше иметь надо больше производить чтобы больше производить надо больше знать ахична страшно вырубай так вот здесь нельзя все как же я люблю полазить по всяким долбаным заколок полазит на фуникулере нормальной обстановке сеть фуникулеров связывают между собой все подземные объекты предприятия 38 26 следующий раз спасибо я как-нибудь пешком поймать опа а там есть что-нибудь моя остановка комфортной была поездочка да охуенная да охуенная ой я не зря зашел хуйню собрал хе-хе-хе-хе-хе а эти как-то не взрываются ванная тупо декорация а там есть что-нибудь а понятно понятно я передумал так ну и шо а хуй а нет ни хуй ну погоди еще сохранение чё швед рукоять я бы увеличил бы емкость на самом деле дробовика а меня здесь располовинит лазерная стена это сложное охранное устройство просто так никто ставить не будет хуй там значит за ней расположено что-то важное совершенно верно товарищ майор за ней я такой красоту проебал через лазерную стену я же не пройду впереди есть рем шкаф попробуйте установить на свое снаряжение модернизацию уменьшающую урон от лазера опять это свихнувшись ланом а начальник рем бригады окей начальника делай нюхов прошу донести до персонала на летучке следующего информации товарищи младшие инженеры в связи с участившимися случаями входа вовчиков в цикл самопроизводящихся действий причина выясняется напоминаю вам о необходимости их отключения в отличие от рабочих роботов центром нервных окончаний из-за конструкции особенностей является зонок копчика робота лаборанта в случае неисправности осторожно подойдите к роботу сзади и введите размыкающую цепь инструмент в паз а затем вызовите техников в случае лент туда запихнуть отдельное внимание стоит уделить и рафикам их вскрывать категорически запрещено так как энергоэлемент в корпусе в случае излечения не специалисты может детонировать окей 15 мая 55 зам начальника охраны и начальник охраны гриф секрета у это наша тема докладываю недавно назначенная в комплекс врач зачастила с посещениями к ЗК Петрову нередко игнорируя других заключенных прошу разрешение усилить наружную слежку за Виктором Петровичем на предмет этих встреч а там короче СЕКОС 8 июня 55-го года окей донесение осведомителя заключенного F451 а это вот этот же? 230-85 нет здесь другой номер ну ладно я думаю что нет Петров психа не перебежечек если даже ему и дали денег за предательство завербовали то он поймите он как ребенок хочет чтобы его любили уважали считали толковым вокруг только вокруг тут куда ни плюнь гений да и гений сидит вот и у него от зависти крыша поехала разумеется мог совершить диверсию но и не за американских денег ему это так повод в лучшем случае ему важное признание если он и не может добиться его как ученый или инженер добьется его иным способом ему важно чтобы его имя вошло в историю а вот какая это будет история дело десятков 21 декабря 54-го года доктор ройфе и начальник охраны отчета психолога состояния петрова вызванного гиперэго и проблемами зависимости обследование психического и психологического и психологического состояния Виктора Петрова выявил следующую картину ярко выраженный нарциссизм глубокая депрессия на фоне развитого комплекса несостоятельности завидли завидли чё завистливость на фоне гипер компенсации эго фикция на театральных образах и жажда признания в общей картине Петрова нельзя считать расчетливым изменником или предателем его преступления имели собой почву исключительно драматического свойства и любые возможные деньги из США если это факт вообще имел место стали не причиной а лишь поводом действовать для его нестабильного эго настолько я рекомендую настоятельно рекомендую привести Петрова с исправительных работ в психоатрический психоатрический изолятор вот ща отойду что стоит член или я так док эманс спасибо за фоллоу спасибо спасибо сорян я без вебки сегодня хуярю поэтому да привет как дела водичка но я тут запиваю водичкой я сделаю тебе все что захочешь просто дай мне защиту от лаза я знаю а какой крут я все дрожу понеси меня свой полимер не позволяйте ей своевольничать у нас мало времени не слушай его милый он хочет разлучить нас у меня водичка потла дурацкую перчатку и мы сможем навсегда быть вместе так тебе вдарить что или на куски разобрать милый ты убьешь меня из-за какой-то дурацкой перчатки как же ты будешь жить без меня в этом мире полном жестокости и насилия блестяще толку от тебя все равно никакому милый но я не могу производить вещи из ничего для работы мне необходим полимер и другие компоненты помести в меня свой полимер и я сделаю себе много приятностей ну смотри на самом деле он и там без видеокарты тянет но пиздец какие фердизы у меня это видишь я вебку не включил потому что у меня вот мы заметили то что вебка просто жрет пипец очень многое Проца и все Я не могу с вебкой теперь стремить Отключили вебку, у меня нормально стало Там маленькие подфризы, там, не знаю, подкачка Просто уровня Идет из-за этого как раз вот эта проблема А так, типа, все зашибись И это очень обидно, очень обидно Ты меня тупо не видишь Какой я красивый Ладно, я понял, будет тебе полимер с компонентом Главное, установи защиту от лазера Как пожелаешь, милый Приступаю к модернизации Расслабься и получай удовольствие Только обещай, что отругаешь меня еще и еще Отлично Я тебе точно скоро вточу Хватит Да, да Накажи меня, о мой повелитель Обожаю доминантных самцов Господи, согласен Изращенко Защита установлена Попробуйте пройти через лазерную стену с разбега Я после такой жести готов пройти с разбега через любую стену Так, а сохраняшка Так, а где ащит? А щит где? Так, а что это? Ладно Твою мать, больно Ни хрена себе защитился Чуть не убил он нафиг Чуть не убил Эй! Куда? Куда диалог? Плоин диалог он сожрал Серьезно? Ну ладно Как твои дела? Дог Еманс Дог Еманс Не волнуйся, милая, со мной Все в порядке Операция была безболезненной Хорошо Тебе надо скорее уходить В комплексе уходит человек Он вооруженный на нем Экспериментальная Кримерная перчатка Че? Должно быть, это человек Сеченово Лариса, ты разговаривала с ним? Его обрушился гура Мы принесли его в менток А потом Я не знаю Я не могу это оставить Стихать кровь А стоило бы Это избавило бы нас От возможных проблем Мне страшно, когда ты Говоришь такие вещи Жди меня на выходе Я скоро буду, милая Надеюсь, у нас еще есть время Надежда умирает последним, друг Руки за голову Виктор Что происходит? У тебя что, со слухом плохо? Я сказал, руки за голову Виктор А кто вы такой? Виктор Патрицер по особому поручению Майор Нечаев Это был последний вопрос На который я тебе ответил Тебя вызывают в Челомей Виктор, спасайся! В Челомей Конечно, товарищ майор Нападение Нападение А ну стоять Бля Что делать? О господи Господи Я мог промахивать? Что пиздец Нет, откатывайся Тоже Лог, он командует роботами Прям как своими собственными И верит за собой как-то за Смойте Ребятник Петров внес с собой Энергоэлемент свеча Запитывай же систему Аварийное открывание дверей Без свечи дверь не открыть Он бы ищу другую Не может же быть Одна свеча на весь комплекс Нужно спешить Иначе Петров успеет Покинуть этот сектор И его придется искать заново Обидно Так сюда можно выйти? Нет Наверх, значит Так Ага Нет, ничего Литвари Да, согласен Раз Это что за береза Там в здоровенной колбе Внизу посреди зала? Это и есть тот самый знаменитый Электрогенератор ПК-4 Совершенно верно А этот что ли? Береза ПК-4 Это полимерно-вегетативный Генератор энергии Опытный образец Первая ласточка программы Освоения далеких планет Нашей солнечной системы Так Окей Все собрали? Походу все Ладно Так Заряжаем на всякий пожар На самом деле Потому что Никто не знает Что там будет дальше Ой Сохранение Кстати Сейчас будет Какая-то месива Прям дикое месиво Я вот даже не представляю Какое Если Перевести огромный Кибер Член Дам Мои мысли Всегда на высоте Сейчас Жопа будет Эй Не спам Давай Давай короче Не спойлери Пожалуйста Так, мне что, ее всегда в руке держать? Свеча — это сложное и нестабильное оборудование. Ее нельзя помещать в рюкзак вместе с другими вещами. Существует высокая вероятность взаимной деструктуризации. Взрыв, что это? Не обязательно. Но свеча выйдет из строя. Понял. Пойдет стаскать. Свеча достаточно прочна. Вы можете уронить или даже бросить ее специально. С ней ничего не случится. Ясно. А дэш, кстати, с ней нельзя. Чтоб вы знали. Вообще, хоть беспредел. И че? Ну, блядь, суйся, а? Погрузчики свихнулись. Тоже Петров постарался? Будьте осторожны. Погрузчик — очень прочный робот. Его простым топором не одолеть. Всяких психов хорошо измеряет электрошок. Хоть живых, хоть металлических. Дай проверю. Вроде застрял. Так. А этого зачем? Я этого не вижу смысла. Это трогать лишний раз. Давай-давай. Ну... Вот это как раз запизил он случайно. Похоже на голос Петрова. Надеюсь, ублюдка не размазала попу? Походу, размазала. Он живой. Я бы хотела поспешить. А я, блин, по-твоему, чем занимаюсь? Так. О! Доступ разрешен. Так, арсенал. Давайте улучшим. На самом деле. На самом деле не хватает ресурсов. О! А что нам? Что это сверху? Это леса. Леса, я не помню. Я не помню, что... Кто-то сказали, что именно какой-то нож, что ли, если попадается, то его лучше качать, нежели этот топор. Это не нож, походу, да? Вот это на нож похоже. Хотя звездочка будет поинтереснее. Хотя, хз. Ладно. Есть какие-то улучшения? Нету. А это мы не улучшаем? Хорошо. О-о-о-о. Понятно. Здесь какой-то менеджмент дикий, да? Я так понял. Ок. Хорошо. Боеприпасы. Все. Мы сделали боеприпасы. И... Сейчас мы еще должны способности посмотреть. Что? Дерево живет? Нет. Хотя хотел бы перчатку... Хотел бы такую перчатку в силе? На самом деле, да. Но я на самом деле хотел очень классную вещь. Это... Помечи... Пометиться безликим или безмянным. Я не помню. Из Дизонорда. Я не помню, как этого человека зовут. Чтобы ты мог телепортироваться. Всякую тему творить. Это вообще классно. В реале, да. В реале, да. Хотел. Эту перчатку лучше... Лучше моей девушки. Только как собеседника. На самом деле, это типа наподобие скипи. В киберпанке. Так. Персонаж. Что он дает? Поцелуй Элеоноры. Смертельный урон. Не может опустошить шкалу вашего здоровья. Ниже. Одной единицы. В течении некоторого времени. После отката способностей. Можно будет воспользоваться повторно. Чего качать, ребят? Чтобы спектр не горел. А мы знаем, чем это закончится. ХЗ. Ну ладно. Элемент неступен. Хорошо. А это что? Полимерная струя. Полимерный щит. А мы вкачали? Нет. Ладно. Я ничего не буду качать. В пизду. Че сейчас он придумал решен. А ну ладно. Ты бы еще бы мне запретил. Дорогая моя. Вот подгрузка меня всегда раздражает. А почему лицом нельзя туда залететь? На самом деле было неплохо. Окей. Кухня в одни. Биржа. А, ну это тихо. Понятно. Но этого смысла нету останавливать. Поэтому сейчас пройдем вот таким образом. Что здесь? Есть тачки катая с каким-то образом. Ладно. Судя по всему, в Альга-цехе случилась разгерметизация производственных емкостей. Бля-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Сейчас это только наоборот. Нет, 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 нет. Да хоть меня трахать. Так, ладно. И че нам предлагают? Найти способ попасть в полимер. По поверху получается, да? Мне кажется, по-другому никак. Да что очень показывает, что типа вот сюда залезь. Или куда? Так. А я могу на эту хуйню запрыгнуть. Во время прыжка, чтобы совершить дополнительный прыжок, рывок в воздухе. Я только что это видел. Блядь. Я был близок. Что смешного? Там робот-дрифт. Слишком извращен для этого мира. Надо подписку оформить. Чтобы пройти вот этот уровень. Подписку оформить не надо. Я не хочу. Я и так уже за... Аттоник Харт уже дал денег. О! О! У нас получилось. Ребята! Отлично. А-а-а-а. Дарья. Ой. Я испугался. Бедный чел. Ничего не могу сказать. Понял. Хорошо. А нам в какую сторону? Сюда? Походу вот туда. Нет? Или да? Ладно. А я не могу попасть? А-а-а. Ладно. Хорошо. Окей. Это просто отвлетелёнка для того, чтобы я просто залез. То, что здесь поверху нельзя пройти. Ладно. Тогда. Вот сюда. Вот сюда. И вот в эту сферу. Потому что она просто так не может висеть. Да? Да-да-да-да-да-да. Вот он, целик. У кого есть? Да. В воду. В плане. В плане у кого есть? Подписка? На меня или на что? Ой. Куда ты бежишь? А вы еблет. О-о-о. Молодец. Умница. Вот ты. Блядь. Отстань. Всё. Я теперь стремянка, ребят. Я теперь стремянка. Ничём вы мне не скажете. Ой. Да я спрятался. Так, я себе промахнусь, как говорится. А это что делать? Ничего. Ладно, я расчистил, да? А-а-а. Ладно. Я пошёл в жопу. Объект Луна представляет собой замок, который откроется, если все гнёзды будут содержать колбы с лунным брунтом. Любите же вы замки? Так вас, раз так. Пойду искать колбы. Погнали. А что там? Первая колба. Что? Так, что это у нас? Так, у меня есть. Слышь, вертолёт. Ушёл отсюда. Странная песня. Ага. Но у девушки очень приятный голос. А что смешного? Пиздец. Пока что лучше того. Академия последствий разработал нелинейный геометический алгоритм, основанный на принципах квантовой некумбутативной математики. Раз. А, лё. Да. Это ты с кем сейчас разговаривал? Извините, объясню проще. В Академии последствий рассчитывают музыкальные радиоволны из будущего. Не прослушаю. Это не машина времени из области фантастики. Это именно строгий математический расчёт. Сложнейший алгоритм, основанный на применении нейрополимера. Круто. Кайф. И чё бы это в реальности было? Смерть. Мировому. А, в смысле, а здесь другое подписано. Смерть. Мировому империализму. Вот. Погоди. Вот. Нет чего-то там. Нет ничего-то воды. Ну ладно, пусть с ним. Не будем сейчас заострять на этом внимание. По-хорошему. Нет. Попупи. Вот сто процентов нам заставят вернуться, чтобы рычальник. Рычальник взять. Ебать. Врубить. В смысле? Ага. Да я помню. Рычальник. Врубить. Рычальник. Рыб. 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 Продолжение следует...